Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале Первый Тульский программа «Особое мнение». Я Сергей Савицкий. На базе Тульского педагогического университета открылся инжиниринг-центр «Цифровые средства производства». У нас в гостях министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич! Здравствуйте! Про открытие этого центра. Этот новый центр у нас впервые открывается. Какие задачи перед ним стоят и какие виды услуг будут доступны его клиентам? Основная задача инжинирингового центра – это осуществление научно-технических работ по моделированию различных систем. В первую очередь в сфере испытания материалов на различные нагрузки. Это тот называемый прочностной анализ, о котором мы говорили изначально, который действительно востребован в разных отраслях промышленности, в том числе и с химической промышленностью. Также возможны заказы по этой теме, учитывая, что необходимо изучать поведение материалов в различных химических средах и так далее. Поэтому, безусловно, мы рассчитываем, что на том программном обеспечении, которым оснастили инжиниринговый центр, будут разрабатываться не только новые научные труды, будут защищаться будущие кандидаты и доктора наук, но, помимо этого, будут еще и коммерческие заказы со стороны промышленных предприятий различных отраслей. Дмитрий Алексеевич, мы подготовили небольшую видеосправку по открытию этого центра. Предлагаю вашему вниманию его посмотреть нашим зрителям, чтобы лучше понимать, что это за центр. Решение всех проектных задач и работа по спецзаказу, будь то подбор материала для конструкции или ее полный графический анализ. Эти виды услуг доступны клиентам инжиниринг-центра «Цифровые средства производства», который открылся на базе Тульского педуниверситета. Он пока единственный в регионе. Специалисты вуза будут адаптировать и создавать специализированное программное обеспечение, которое позволит еще до выпуска и конструкции испытать каждую ее деталь на прочность в любых условиях. Это может в несколько раз сократить затраты предприятия-заказчика. Помимо этого, центр станет учебной базой для студентов университета, будущих программистов. Также модуль могут выбрать все желающие в рамках курса по выбору. Проведение в регионе мягкого импортозамещения в области инженерного анализа. Вот сложная формулировка. Что такое инженерный анализ? Наша основная задача в конечном итоге не просто осуществлять импортозамещение, но и готовить кадры для тех технологий, которыми мы дооснащаемся. Безусловно, те расчетные модели, которые сейчас инженерный центр получил в распоряжении, это как раз-таки инструмент, которым необходимо научиться работать. И подготовка в первую очередь специалистам в инженерном центре – это та задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки. Соответственно, дальше уже вновь обученный коллектив сможет решать научно-технические задачи, инженерного плана, осуществлять анализ поведения материалов в различных ситуациях. Именно составлять такие модели позволяет приобретенное программное обеспечение. Андрей Алексеевич, а как мы до этого без него обходились? До этого было, безусловно, гораздо сложнее, потому что в ряде ситуаций, в том числе и на промышленных предприятиях, приходилось проводить испытания. То есть натурные испытания, на которые тратились достаточно существенные средства. Новые модели позволяют анализировать ситуацию при различном сочетании факторов, что, безусловно, позволит в дальнейшем сэкономить на опытных испытаниях. Вот создание виртуального стенда для оценки прочностных характеристик. Персонал предприятия будет обучаться. А вот что это за стенд такой? Мы можем с вами взять ваш мобильный телефон, сделать 3D-модель этого телефона, перевести ее в программу и дальше рассмотреть, как будет вести ваш мобильный телефон в ситуации, если его ударит о дверь с определенной скоростью. И дальше мы можем достаточно точно спрогнозировать, что разобьется, какой элемент прекратит работать. Вот примерно, если объяснить в бытовых примерах, что позволяет сделать эта программа. Хорошо. Вот сотрудничество с компанией, инженерированный комплекс целый Фидесис. Вот что для нас, для нашей промышленности это сотрудничество дает? Для нас это новый инструмент, безусловно, который мы должны применить с целью удешевления опытных испытаний, безусловно. Если есть экономический эффект, если есть выгода от использования этого программного обеспечения, я думаю, безусловно, заказы будут. Хорошо. Проекты, которые уже реализуются на базе этого центра, вот какие о них, расскажите, пожалуйста. Сейчас руководство университета наиболее близко подошло в переговорах к партнерству, в первую очередь, с НПО «Сплав», а во вторую очередь, с Олексинским химическим комбинатом. Я думаю, именно по этим двум предприятиям, безусловно, будет нарабатываться первый опыт подобного рода анализа. Хорошо. Перейдем к концепции стратегии развития стройиндустрии Тульской области. Она разработана до 2020 года. Вот что должно произойти за эти 14 лет? В Министерстве промышленности и ТЭК Тульской области была разработана такая концепция стратегии, потому что решением правительства Российской Федерации введение Министерства промышленности и торговли федерального была передана целая отрасль, отрасль производства строительных материалов. В соответствии с этим внутри правительства Тульской области также произошло переподчинение. И с учетом того, что для нас это новая отрасль, а в каждой отрасли, в которой Министерство промышленности и ТЭК Тульской области работает, мы разрабатываем подобного рода концепции стратегий. В рамках подобного рода совещаний мы знакомимся с предприятиями, которыми нам предстоит курировать. Мы общаемся, находим общий язык и договариваемся о прямых контактах и актуализируем ту аналитическую информацию, которая у нас есть по отрасли, начиная с маркетинговой ситуации и заканчивая уже теми задачами и вызовами, которые перед предприятиями стоят. Так мы начинали работу по нашим базовым отраслям, машиностроению, химической промышленности. У нас всего шесть таких базовых отраслей есть. И пришло время, безусловно, в этом году поговорить про индустрию строиматериалов. И мы очень благодарны, что совещание охватило более 50 участников отрасли. Действительно, это были и крупные предприятия, например, КНАУФ, на базе которого мы проводили совещание, и более мелкие предприятия, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Но самое главное, предприятия теперь информируют и знают, куда им обращаться в случае, если возникают определенные административные проблемы или сложности, которые им предстоит решать с тем, чтобы сохранить бизнес, развить бизнес и, соответственно, максимально воспользоваться имеющимися механизмами поддержки, как регионального, так и федерального уровня. Виктория Алексеевич, у нас химическая промышленность на первом месте стоит. Это говорит о том, что у нас будут развиваться строительные фирмы, или это будут строительные большие производства? Безусловно, есть драйверы, есть предприятия, которые работают уже долгие годы. И здесь я бы упомянул в первую очередь, мы не случайно выбрали компанию КНАУФ. Во многом благодаря тому, что сейчас это предприятие, по сути, старое производство гипсового камня, развило до крупнейшей восточной Европе шахты по добыче гипса. И те технологии, которые применяются сейчас, действительно подтверждают, что аналогов в мире практически нет. По технологиям как добычи гипса, так и его переработки. И самое главное, что компания смогла в конечном итоге от добычи природных ископаемых перейти к производству конечного высокотехнологичного продукта. Мы внимательно ознакомились с опытом компании, мы сравнили проблематику компаниями с другими организациями и убедились в том, что действительно отрасль испытывает серьезные проблемы. Проблемы, в первую очередь, с сокращением внутреннего спроса. Проблемы с логистикой, проблемы с подготовкой кадров. Не случайно на нашем совещании присутствовали и представители Министерства образования Тульской области, и представители Московского управления Российской железной дороги. И так, в течение долгого достаточного совещания, в течение четырех часов, мы, самое главное, обозначили проблематику, и мы приступаем к решению тех задач, которые перед отраслью стоят. А проблемы есть, и это выражается в существенном снижении роста промышленности по 2015 году. Словно говоря, мы достаточно долго росли, и у нас серьезное сокращение в объеме отгруженной продукции получилось. И сейчас очень важно выработать долгосрочные тренды, найти те факторы, за счет которых будем прирастать в дальнейшем. Безусловно, это и стимулирование спроса, это и постоянные долгосрочные контракты со стороны непосредственно строителей, как в Тульском регионе, так и в близлежащих регионах. Это достаточно системная работа, которую нам необходимо разворачивать. И я очень благодарен коллегам, с которыми мы встречались. Они поддержали эту тему организации постоянных таких площадок. В первом же протоколе мы договорились, что до начала строительного сезона это совещание повторим и наметим планы, как будем жить в 2017 году с учетом тех объемов жилищного строительства, которые предполагаются в области. Дмитрий Алексеевич, предлагаю вам прерваться на небольшой перерыв. Сейчас у нас реклама в нашей программе. У нас в гостях министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев. Дмитрий Алексеевич, мы говорили про строительное производство. Хочется, вы затронули тему последних совещаний вместе с Министерством образования о том, что ощущается нехватка. Насколько информации есть, что среднее звено рабочих специальностей это 80%, а инженерных работников только 20%. Вот каким образом решается эта проблема, как она будет решаться? Понятно, что это не быстро. Дело в том, что по всем базовым отраслям, которые находятся в сфере ведения Министерства промышленности и ТЭК Тульской области, нами заключены трехсторонние соглашения между правительством региона, между учреждениями образовательного контура и промышленными предприятиями о подготовке кадров. По индустрии строительных материалов такого соглашения до сих пор не было. Мы беремся за то, чтобы в 2017 году, безусловно, подписать такое соглашение. Также намечено нами с тем, чтобы определить базовые учебные центры профессионального образования. В них мы рассчитываем вместе с Министерством образования Тульской области создать попечительские советы. И, соответственно, уже состав попечительских советов обязательно введем директоров промышленных предприятий, с тем, чтобы они могли непосредственно влиять на подготовку кадров для индустрии стройматериалов. Это крайне важно. Более того, интересен в данном случае опыт сотрудничества КНАУФ с Центром индустриальных технологий в городе Туле, где в конечном итоге, по сути, предприятие смогло найти учебную программу и разработать свой корпоративный стандарт. И он сейчас достаточно востребован. Эту работу мы планируем продолжить. Мы планируем распространить опыт КБП по работе со школой, со средней школой. И компания КНАУФ в следующем году мы рассчитываем определиться с учебным заведением средней школы, над которым возьмет шефство. Это все система подготовки КНАУФ, которая впервые мировой компании будет применяться именно в нашем регионе. И дальше, отработав эту систему в 2017 году, мы постараемся ее тиражировать и для коллег в том числе. Виктор Алексеевич, на Ваш взгляд, на сегодняшний день у нас достаточно много технической молодежи, серьезной, получающей хорошее образование. Вот сейчас видите ли Вы тенденцию к тому, что ребята перестали уезжать, а вот устраиваются на предприятиях у нас? Первый сдвиг, безусловно, мы увидели, когда в том числе и с Вашей помощью начинали популяризировать такие меры поддержки, как гранты и премии Тульской области. В конечном итоге, вместо традиционных 30 заявок по году, у нас произошел всплеск. И мы сейчас имеем не менее 150, до 180 доходят заявок в год на получение грантов в Тульской области. Это говорит о том, что научное сообщество активизировалось, и действительно все убедились в прозрачности механизма, в объективности присуждения региональных механизмов поддержки в научно-технической сфере. Кроме того, в истекающем году мы добились того, что обновили состав Союза молодых ученых-специалистов. В этом году, помимо традиционных вузов, там присутствуют представители и от промышленных предприятий. На ряде промышленных предприятий были созданы Союзы молодых ученых-специалистов, что говорит об активизации как раз молодых ребят, которые на предприятиях, в том числе и начиная с этого года, получают дополнительную премию в случае, если находят какие-то интересные рационализаторские предложения. Такая интересная система поощрения заработала на Тулу-Чермете, и ребята получают хорошие премии за то, что находят варианты сэкономить, например, на шехтовых материалах, расходных нормах. И вот такое тиражирование для нас крайне важно. Мы рассчитываем на то, что ребята будут более активно вовлечены в общественную жизнь, и в конечном итоге те механизмы, которые существовали давно, общественное обсуждение, как, например, Союз молодых ученых-специалистов, он заработает более активно. И самое главное, что в ближайший год, я думаю, действительно мы более полно будем представлены, в том числе и на региональных и федеральных всевозможных конкурсах в научно-технической сфере. Именно для этого у нас создан в этом году фонд развития промышленности Тульской области, предприятие учреждено до Нового года, оно укомплектовывается в полном объеме. И мы рассчитываем на то, что действительно активизируемся в этом направлении. Так, как перед нами стояла задача губернатор Тульской области. Виталий Алексеевич, в последнее время мы сами видим и снимаем об этом сюжет, происходят выставки, научно-техническое сообщество, оно как-то действительно активизировалось. Молодые ребята перенимают опыт у старшего. Вот те проекты, которые, как обращается внимание на те проекты, которые ребята хотят воплотить в жизнь, они не заканчивают свою историю только на этих выставках? Что-то действительно приходит на предприятие разработки? Мы в этом году проводили в первую очередь роуд-тур по отборам заявок в Сколково. И достаточно интересные проекты. И, по сути, активность наших заявителей, она приблизилась к городу Екатеринбургу. Численность этого региона гораздо выше, чем в Тульской области. Но именно в научно-технической сфере Тула действительно проявила себя с лучшей стороны. Это дало нам возможность выдушевить ребят. И главное, чтобы тот импульс, который они получили, его не упустить, не растратить, а максимально использовать их креативный подход. Именно упаковывать правильным образом заявки на федеральный уровень в те институты развития, которые у нас доступны. Есть интересная идея о создании нефтегазохимического кластера. Мы будем заниматься этой темой в следующем году. И рассчитываем на то, что тот консолидированный подход к управлению отраслей, который мы сейчас внедряем, получится уже реализовать в конкретных формах поддержки кластерной политики, которые сейчас доступны на федеральном уровне. — Я перейду к особоэкономической зоне «Узловая». Туда приходят новые лица. Вот совсем недавно, это, по-моему, порядка трех, да, или компаний новых туда будут заходить? — Да, три новых резидента. — Вот это три новых резидента. Это говорит о том, что они будут получать какие-то документации, будут ждать, а потом приступать к строительству? Или у них уже какие-то сроки намечены, после чего они будут производить что-то? — Ну, во-первых, заявки приняты, и теперь на повестке дня получение официального статуса резидента особоэкономической зоны. Это и налоговые, и таможенные преференции, и, безусловно, это та административная поддержка, которая оказывается со стороны правительства Тульской области, инвестор. Мы рассчитываем, что эти проекты действительно позволят дать правильный сигнал бизнесу о том, что особоэкономическая зона в Тульской области – это действительно прорывной проект, это действительно уникальная логистика, это достаточно интересная инфраструктура, на которой можно развиваться, и бренд особоэкономической зоны мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет будет узнаваем во всей стране. — Дмитрий Алексеевич, тот проект, можно сказать, что он уже давнишний, до 2018 года, будет ли завершено строительство Great Wall Waters? — Во-первых, мое министерство активно участвовало в вводе в эксплуатацию подстанции мощностью 100 мегаватт, и подстанция в прошлом месяце введена в эксплуатацию, и можно говорить о том, что электрическая мощность есть. Кроме того, зимой этого года будут активно проводиться работы по подключению газораспределительным сетям, это как раз та инфраструктура профильная для нашего министерства. Помимо этого, сейчас рассматривается с учетом новых заявок концепция развития особоэкономической зоны, она дорабатывается, она является живым механизмом и совершенствуется с учетом того, каковы требования инвесторов по вхождению. — Правильный курс взят на выстраивание более тесных взаимоотношений с промышленными предприятиями, находящимися рядом с особоэкономической зоной. В первую очередь я говорю об узловском пластике, на котором недавно Алексей Геннадьевич был, и мы рассмотрели в том числе вопросы развития предприятия в тесном контакте с особоэкономической зоной. Я думаю, что такое партнерство в результате этого все стороны получат синергию для дальнейшего развития. Так что в любом случае нам крайне важно развивать территорию, прилегающую к М4, и это в соответствии с идеологией развития тульской агломерации правильное направление, где мы наилучшим образом обеспечены, в первую очередь, кадрами. Во-вторых, ресурсами, о которых я вам говорил, инфраструктурой. И в-третьих, я думаю, что в конечном итоге один титульный инвестор, приглашая, показывая свой опыт, сможет дать хорошую рекламу привлечения другим специалистам. Это пример того, как компания КНАУФ, например, ходила на Тульскую землю. Так что в конечном итоге, я думаю, будет много заказов, в том числе и на этапах строительства. Об этом мы говорили и с нашими коллегами в рамках концепции, стратегии развития стройматериалов. Так что все очень взаимосвязано, и особая экономическая зона – это тот драйвер, потенциал, который мы должны использовать в полной программе. Дмитрий Алексеевич, хочу поделиться, показать и вам, и нашим телезрителям человека, которым мы каждый день делаем опросы. И попался очень удивительно человеку, у которого даже в поэтической форме есть концепция развития экономической зоны, узловая. Всю концепцию мы показывать не будем, но вот мнение этого человека, конкретно этой зоне, хотел бы вам продемонстрировать. Что такое особая экономическая зона? Это, прежде всего, налоговые льготы. А налоговые льготы – это, с одной стороны, привлекательно, а с другой стороны, это же какие-то потери. Нельзя же объявить, ну, это хорошо для Кипра, там, и то, ну, для какой-нибудь банановой республики. Ну, не банановая, это, может быть, аскорбительная для кого-то. Ну, для таких, там, стран. А для такой страны, как Россия, что ж, все объявлять особо экономической зоной, это же должно быть какое-то маленькое вкрапление, которое есть, мы зловые организовали. Ну, и нормально, классно. Я думаю, у нее будет очень хорошее развитие с таким, ну, с таким подходом. Потенциал Турской области, ну, промышленно-индустриальный, просто потрясающий. Кто ж не захочет здесь с такими налоговыми льготами поработать, развить свое производство, бизнес. Я думаю, что очень перспективы хорошие. Ну, вот на этой радужной ноте, что у нас очень хорошие перспективы, люди это понимают тоже. Хочу вас поблагодарить и попрощаться. До новых встреч. Спасибо вам за поддержку. Спасибо, что вы эту поддержку черпаете, в том числе и вот в такой форме. Для нас это тоже важно. Это была программа «Особое мнение» на телеканале «Первый Турский». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова